Привет, мои хорошие! У нас с вами заказ с сайта Рандеву. Много интересного. Давайте открывать. Всегда все отлично упаковано в такую плотную толстую пупырку, чтобы ничего не повредилось при отгрузке. Начинаем по порядку. Первый это гель для бритья Nivea Men для чувствительной кожи, потому что у меня муж сейчас что-то после роторной бритвы опять перешел на обычную. Не знаю почему, спросила. И пользуется он только гелями для чувствительной кожи, потому что другими не подходят. Вот именно гелями. Пены не подходят, раздражение сразу. Так, держи, Кристин. У меня тут помощница уже хочет пупырку. Краски, девочки, мои любимые, замечательные краски. Красить с нами будем в следующем видео. А в этом протестируем с вами что-то другое. 866. Это оттенок. Вообще эти краски, это просто что-то. Вы сами видите, какой цвет волос в желтизну. Не уходит великолепный и потрясающий стель принц. Светло-русый фиолетовый. Я его мешаю с пепельным, иначе получается очень фиолетовый. Так, дальше. 816. Сейчас все откроем. Сейчас, Кристюш. Так, это у нас, как он цвет-то называется? Вот он. Русо-пепельно-фиолетовый. Вот это как раз то, что я миксую. Но попробую. Вот 816. Мне все равно больше нравится миксовать. Так, дальше. 861. Фиолетово-пепельный тоже. И у нас с вами 8,1. Вот это чисто пепельный. Его миксую к фиолетово-пепельным и к пепельным. Так, подожди, подожди, дай девочкам покажу. Заказала две пары носочек. Они вообще в разделе уход для мужчин. Маска, носочки для ног. Будем делать пилинг. Я взяла две. Да, вот Кристюша одну уже дослала. Такие хрюшки дорисованы. Это вообще, девчонки, прикол. Корейские носочки. Надеюсь, хорошо себя покажут. Вот взяла мужа. У нас с кровопапой день рождения. Вот потихонечку собираю подарки мелкие такие. В основном хрюшки. Это вообще, конечно, угар. Зимой ноги практически всегда в отличном состоянии. Я редко-редко делаю ухаживающие процедуры. Там с пенкой аравия. Все как бы счистишь. Все. Они долго в идеальном состоянии. Потому что зима все-таки. Зима. У меня уже зима. Мне холодно. Осень. Вот. Поэтому такую процедуру сделала. Вообще на пару месяцев тоже забыла. Все прекрасно. Расскажу вам потом обязательно в пустых баночках. Или вместе с вами тоже в следующем видео пока сделаем. Так. Это у нас с вами мужская маска. Тоже папе нашему задарим. Маска для лица. Тканевая мужская. Он не любит ухаживающие процедуры за собой. Но мы его заставим в честь дня рождения. Будет прикол. Так. Дальше. Это что у нас? А. Это тоже мужская маска. Тоже. Две прямому штуки. Так. Дальше. Девчонки. Я купила Ксюшке поиграться. Это такой интересный детский сияющий флюид для лица. Фиалковые фантазии. От Левраны. Левран вообще интересный. Достаточно бренд. Сейчас открою. Покажу. На Крестюш. А мне пока вот эту дать штучку. Себе дейзик взяла. Рексона. Но наверное даже на весной его отложу. Потому что сейчас кристаллическим тоже на рандову брала. Пользуюсь. И вы знаете. Вот сейчас на холодное время года вообще достаточно. И он безвредный. Никакой потребности. Никакого запаха нет. Каждый день. Вот эти кристаллические. Которые надо помочить помазать. А этот наверное оставлю все-таки на весну. Вообще на рандову очень выгодно делать покупки. Потому что у них накопительная система баллов. То есть есть баллы за отзыв. Вот накупили всего отзыва. Написали. У вас уже минус. Приятно же? Приятно. Это тоже детская такая интересная штучка. Пена для ванны от Estelle. Первый раз беру пену для ванны от Estelle. Кто пробовал, обязательно расскажите. Такая мягкая бутылочка. Как будто она из силикона. Теперь купание еще интереснее. Она меняет цвет с оранжевого на бирюзовый. У меня любят такую пену от Фаберлик, девчонки. Вот решила попробовать от Estelle. Она с депантенолом. По-моему 0+. Очень интересная такая пенка. На, держи сейчас понюхаем. Смотри, детская какая пенка. Вот Крислюша уже открыла коробочку с флюидом вот этим сияющим. С интересным, с таким. Переливается здесь много-много прям шиммера. Информацию кому интересно. Так, не перец, Крис. Состав. Спонжи. Это мамочки, правильно. Спонжики я очень люблю. И тебе, да. Очень люблю именно такие спонжи ими снимать маски. Они достаточно жесткие и хватает их надолго. Вот здесь две штучки в наборе. Овальные, большие, хорошие. Так-то у меня ничего не тырило там больше. А то сейчас пол заказа у меня тут вынесут. И все. Детская зубная щетка. Крисюша. С двух до восьми лет. Уже такая серьезная щеточка. Это сплат. Мне вообще этот бренд нравится. Она на присоске. Такая прикольненькая. На, вот тебе. Это Кристина, да. Щеточка. Да, моя хорошая. Так, дальше. Сейчас открою. Аравия. Опять не оставляет меня в покое. Аравия. Прямо много у них классных продуктов. Это Наташа, по-моему, советовала. Спасибо тебе. Маска хлорофилл каротиновая для лица. Вот прямо она и нахвалила. Мне захотелось попробовать. Маски, кстати, у Аравии есть в разных форматах. Есть в таких больших банках. Вот прям салоны берут, потому что Аравия считается такой полупрофессиональной косметикой. Вот состав вам показываю. Маску в этом видео с вами обязательно сделаем. Витамин А, витамин Е, витамин Эв, хлорофилл каротиновый. Она вроде как хорошо очищает артикул. Кстати, у Аравии тоже есть А018. Уход за жирной проблемной кожей лица. Нет, подожди пока. Еще девочка мне показала. Борется с воспалениями. Устранение акне, комедон, сужает поры. У меня вообще кожа сейчас нормальная. В принципе, в таком вот уходе не нуждается. Но для профилактики, мне кажется, вот такая маска должна быть обязательно на раз в неделю хорошо почиститься. Тем более у нас здесь антивозрастные какие-то компоненты. Анти-эйдж. Плотным слоем на чищенную кожу на 15-20 минут. Остатки смойте водой. Но интересный продукт. Прям интересный. Так, дальше что у нас? Дальше у нас с вами от Эстель. Эликсир. Шелковые капли тоже попробуем с вами. С увей-фильтром для кончиков волос. Восстанавливает за счет от солнца масло Крамбе и протеины шелка. Ксюшки себе взяла. Так, артикул тоже. Вот он, артикул. Это же Аравия у нас с вами. Сейчас откроем, покажу. Так, всегда рандовы кладут подарочки. Ой, я еще заказала, девчонки, на пробу-то. Вот что у меня тут еще. Всякие мелочи. Так, это накладная. Это подарочек. И все, вроде коробку разгребла. Сейчас покажу. Вот такой вот ароматик пришел в подарок. Это Босс. Я такой не пробовала, мне кажется. Или я ошибаюсь. Или он у меня уже был. По-моему, вот такого вот не было. Духи для женщин. Женские. Югобоссы такие вот. Они розовенькие даже во флакончике. Сейчас попшик. Ой, какая сладушечка. Вообще у них Югбосс в последнее время. Прям вот, которые кладут особенно в подарки. На рандву очень сильно заходит. Пусть надо запоминать. Вот я один флакончик такой оставила. Мне тоже понравится вот эти. Очень вкусно, девчонки. Сладенькие. И такие вот комплементарные. Прям понравилось. Все очень классно. Так, Ксюшке взяла вот такой вот бальзамчик. Это у нас с вами гигиеничка от Спивак. Белый шоколад. Вот как выглядит. Ой. Ничем, мне кажется, не пахнет. Губище себе намазать. Прям такой плотный-плотный вазелин. Вот прям очень плотный. Ну прям еле уловимая. Такая немножечко сладковатая дужечка. И не более. Так, вот еще подарочек. Это что у нас с вами положили. Гель. Пиринггель, что ли? Интересно. Попробуем что-то новенькое. И я взяла на пробу вот в таких вот в стиках на рандеву есть корейские скрабы с содой. Я хочу прям потестировать. Один взяла. Кислотный и с содой. У меня же есть скраб с содой от белорусский. Витекс, по-моему. Я забыла уже. Ибелита. В общем, белорусский. Ну это как бы просто сода. Никаких чудес. Очень хорошее очищение за счет скрабирования. И вот эти вот скрабики очень нахваливают. Прям интересно попробовать. Вот такая вот сашеточка. Маленькая. Совсем бюджетненькая. Штучно скраб в пирамидках для очищения пор с содой коллагеном. Ну и кислоты тут вот тоже. Сейчас я посмотрю, сколько он стоил. Так, скраб, скраб, скраб. Отшелушивающая маска. 61 рубль, девчонки. Вот 61 рубль стоил вот этот маленький скрабик. Так, вроде все вам показало. Все, что было. Если мне Крис ничего не сперла. Крис, ты что-нибудь сперла? Здравствуйте. Здравствуйте, Ксюша пришла. Так, все вроде. Будем сейчас тестировать все. Слав, флюид детский на руку. Много-много шиммера. Вот он высыхает. И просто такие светоотражающие частички. Что у вас на лице блестки не видно. Вот видите, вот тут рука не блестит. Вот тут блестит. Однородный такой блеск. Как бы светоотражаечка такая интересная. И еле-еле уловимая фруктовая душка. Ну, приятненько, интересно. Так, с чего начнем? Начнем со скраба. Как он у нас с вами открывается? Если понравится, будем брать еще такие сашетки. Он тут наполовину засох почему-то. Такой беленький, интересный. Смочим лицо и приступим. Интересная такая консистенция. Но по консистенции отличается. Ой, аромат такой приятный, классный. По консистенции отличается от скраба белорусского. Сейчас я его достану, потом вам покажу. Так пахнет круто. Слушай, ну вот сашетки раз на два-три хватит точно. Потому что много прям. Вот этих частичек много-много. Они мелкие. Ну, типа гамажа. Сода. Ну, а если в белорусском скрабе, мне кажется, там просто сода и все, и гелевая консистенция, то здесь какая-то консистенция кремовая. Такая белая, плотненькая, кремовая консистенция. Раз на три точно хватит. Вот у меня руки в белых, вот в этих штучках. Мне кажется, они чуть покрупнее, нежели в белорусском. Белий тогда, вот он, достал его бакинт сода. Здесь прям гель, голубой такой. Голубой такой гель. Вот он. И там в нем частички. А здесь такая кремовая текстура, которая прям очень приятно пахнет. Ну, шлифует на раз-два, девчонки. У меня сразу лицо краснеет, видите. Прям вот на раз-два. Хочется добавить еще водички немножко. И частички такие угловатые. То есть именно шлифует. Кто такой уход не любит, вам не зайдет такой достаточно агрессивный. Можно, конечно, попытаться делать это все дело потихоньку. Но я такие продукты очень люблю. Не на постоянной сейчас основе. Но изредка вот так вот почиститься. Омертвевшие частички удалить не только... Каким путем? Химическим. То есть пилинги у нас есть кислоты, которые без всякого трения удаляют омертвевшие частички с поверхности кожи. А есть вот такой механический способ. Когда мы вот так вот, как я, издеваемся над кожей. Как многие могут подумать. Растягивайте. Я помню, раньше писали. Сейчас что-то не пишет никто. Вы растягиваете кожу. Вы неправильно все делаете. Вот тут вот не забываем в уголках глаза. Тоже. Но моя кожа не жалуется. Слава Богу. 39 скоро лет. Поэтому каждому свое. А мне там косметолог сказал это. А это же это нельзя делать. Вот эти вот все правила кем-то созданы. Я не знаю, девчонки. Каждой кожи должен быть индивидуальный подход. Какую-то кожу нельзя тереть. Какую-то можно. Так, все, смываюсь. Слушайте, ну очень кайфово. Ну вот просто до скрипа. Просто до скрипа. Лицо красное. Все чистое. Все поры чистые. Просто вот что-то где-то, если и было, отшелушилось все. Ну просто начисто. Безумно гладенькое. На ощупь приятное. Вообще какой-то восторг. У нас же здесь с вами по факту два способа очищения. Да, и химические, и физические. Тут же кислоты в составе скраба написано. Есть я масочку пока открываю в Аравиях. Поэтому вообще. Мне безумно понравилось. Прям вообще классно-классно. Белита послабее. Нет там такого эффекта. Скрабирует, да. Но как-то вот нет. Нет такого эффекта нет. Здесь вообще супер. Так, хлорофилл каротиновая маска. С витаминчиками, анти-эйдж и для проблемной кожи. О, какая баночка. Красивая тут Аравия написана. Большая, хватит надлого. Инструкция внутри есть. Вообще маски в таком объеме от Аравии, это прям восторг какой-то. Здесь у нас сколько? 150 миллилитров. Приходит зафольгированная. Открываем. Ой. Она такая неоднородная по цвету. Очень вкусно пахнет тоже. Фруктиками, цветочками. А, ее прям тут много. Очень много, смотрите. Такая плотная консистенция, но вытекает. Все равно вытекает. Разноцветная такая интересная. Я с фольги сейчас вот это все дело сниму. Кремовая. Кремовая текстура. Нежненькая очень. Запах обалденный вообще. Вкусненький прям. Наносим плотным слоем. Где-то зеленее, где-то белее. Интересно вообще. Так. Навеки буду наносить текстуру кремовую. Я не думаю, что эта маска будет в горку застывать. Тоже почистим все сейчас как следует. Да, у нас сегодня с вами такой прям очищающий уход. Сейчас можно делать на этом упор. Холодное время года, все. Солнце к нам выходит крайне редко. Достаем свои кислоты и фигачим. До следующего лета, до весны. Такая прикольная она. Вот почему она разных цветов такая везде. Потому что ей надо было поболтать. Красивая. Маска Шерека практически. Пальчиком лазит. Лопаточки здесь не предусмотрены. Хотя в таких вот продуктах, конечно, с таким объемом. Можно было придумать и лопаточку. Можно было бы взять и кисти. Тут белее, тут зеленее. У меня начинает чуть-чуть в этой зоне сейчас вот здесь покалывать, где нанесла уже. Прям слегка так. Еле-еле ощутимо. Нормально. Но дискомфорта никакого не доставляет. Нос как следует. Пигментацию свою сейчас устраним, я думаю, с таким уходом за неделю. И так почти уже не видно. Я потихонечку начала делать кислоты. Уже не видно все. Над губой у меня было в этом году немного. В конце лета все-таки грешила и не пользовалась. По уходам с СПФ. Поэтому она вылезла. И тут вот несколько точек. Они у меня легко убираются, что радует. Но единственное, вот все, моя кожа, я так поняла, она теперь хочет СПФ. СПФ, пигментация после беременности моя не испарилась. Хотя каждый год, в принципе, ну все меньше и меньше, но тем не менее все равно есть. Так, ну вот так нанесли плотным слоем, как следует. Да, в этой зоне вот сейчас немножечко так покапывает, пощипывает, покалывает. И она такая бодрящая, что ли. Не знаю, есть ли в ней ментом или нет. Но она такая вот с холодочком чуть-чуть. Ну-ка. Интенсивный уход за жирной проблемной. Та-та-та-та-та-та-та-та. Это понятно. Клеточное обновление. Выбирает пост-окне. Улучшает локальное кровообращение. Вот все-таки есть что-то такое. Но крепляет стенки сосудов. Тонизирует. Тонизирующие маски я очень люблю. Знаете, похож пока. Сейчас начинает немножко сильнее в этой зоне покалывать на маску. Любимую мою утреннюю от Агафьи. Которая вот тоже вызывает такие ощущения. Но там как-то все резче. А здесь плавно-плавно понарастающий. Что-то тут такое есть, наверное. Больше ничего не пишут на банке. На коробке. Для донуть хоть. Про активные компоненты-то. Нет, тоже не рассказывают на коробке. Витамины пишут, состав пишут. И больше ничего. Ладно, пока ходим в маске. Потом буду тестировать, девчонки, вот этот спрей Аталин. Волосы посушим. Эликсирчик. Шок. Я уже много у кого такое видела. Кстати, я видела, по-моему, у моей Катюши парикмахера такой стоит тоже в салоне. Для кончиков волос. Давайте на момент отдушечки посмотрим. Так, как ты вскрываешься? Тут 155 крышек. Вторая. О, какое. Тозатор, носик такой остренький. Очень вкусненько пахнет. Вкусненько, дорого, богато. Ванильки, карамельки и какая-то классная парфюмерная душка. Прям нравится. Так, и что у нас по консистенции? Это по консистенции, это как такая сыворотка для волос, тягучая. С масляной основой, с очень-очень масляной. Поэтому здесь нам нужно будет, наверное, постараться не переборщить. Прям очень-очень масляная основа. О, аромат классный. Аромат такой салонный, да. Прошло 20 минут. Я просто обворожительная и прекрасна. Маска кремовая, она не застыла. Моментами ее съело лицо. Смотрите, вот где она вот тут белесая была. На подбородке, на веках практически съела. Достала как раз новой спонжики и смываем. Что по факту? Очень гладенькая и мягкая кожа. Она увлажненная. Знаете, какие-то масла даже в этой маске ощущаются. Вот при смывании это было видно. Спонж так скользил. Мягенькая. Цвет выровнялся. Краснота ушла. Очищенная. Замечательно. Мне очень понравилась. Маска прям достойная. Могу смело рекомендовать. По факту, что она у нас делает? Она у нас доочищает. Погонь. Она у нас доочищает. Она у нас убирает остатки загрязнений с лица. И в то же время увлажняет. Вот я чувствую это. И тонизирует. То есть тонус есть. Она такая упругая. И вот это вот покалывание. То есть тонизирует. Какие-то вот отеки подошли. Тонизирует. То есть на коже работает. Это действительно чувствуется. Мне понравилось. Так, что теперь делаем дальше? Теперь сыворотка. Сыворотка для волосок. Я буду наносить девчонки на кончики только. Потому что такая плотная масляная консистенция. Я боюсь, что будет перегруз на основную длину. Прям совсем чуть-чуть. По рукам распределяю. И исключительно на кончики. Потому что волосы и так сейчас в нормальном состоянии. Вот Ксюхе, мне кажется, вот эта сыворотка прям вообще зайдет на ура. По тактильным ощущениям это такая тяжелая артиллерия. Если волосы повреждены, я думаю, будет вообще просто шикарно. Все, прям самые кончики. Даже длину не буду трогать. Потому что боюсь, перегружу. И сушится. Ну что, посушилось. Что хочу сказать. Это действительно тяжелая артиллерия. Для сильно поврежденных волос работает очень круто. Безумно гладкие кочки. Очень хорошо укладывались. Прям прелесть. Вообще прелестная. Прям живые. Мягенькие. Плотненькие. Какая-то вот упругость чувствуется от этого средства. Поэтому рекомендую. Если у вас убитые пожженные волосы, обязательно обратите внимание на это средство. Великолепно. Так, ну и на этом все. В следующем ролике мы с вами будем краситься. И скорее всего даже не краситься, а тонироваться новыми красками. Попробуем пилинг носочки. Вот эти корейские обязательно. Ждут лежат в своей очереди. Ссылочки, как всегда, все в инфобоксе. Промокут на скидку 10% тоже всегда в инфобоксе. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.